Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 21 октября. Меня зовут Наконечен Александр и завершающую торговую сессию недели с вами проведу я. Давайте посмотрим ключевые события, которые сегодня есть в экономическом календаре. В первую очередь в 12.30 по времени GMT выходит блок новостей из Канады. Это базовый индекс розничных продаж, объем продаж в производственном секторе и индекс цен на новое жилье. По прогнозам экономистов все данные, которые сегодня выйдут, они будут позитивные для канадского доллара. Посмотрим, какие будут фактически. Еще раз напомню, это будет 12.30 по времени GMT и, соответственно, как себя поведет рынок. Если данные действительно выйдут как прогнозируется, либо даже выше прогнозов, то вероятнее всего, что доллар-канадский доллар сегодня будет несколько снижаться. Глобально мы все-таки рассматриваем доллар-канадский доллар на уровень 140-139. Мы ждем роста, но именно сегодня возможно, что перед этим самым ростом будет небольшая коррекция. Что ж, следим за событиями. Вчера также была важная новость. В Великобритании все-таки Ли Страс, новый премьер-министр, который продержался на посту 44 дня, подала в отставку. И сейчас определенная нестабильная ситуация, вот именно политическая в Великобритании, очевидно, не дает какого-то позитива в британской валюте. Мы вчера с вами обсуждали, что на открытии торговой сессии такие валютные пары, как евро, доллар, фунт, доллар и золото, начали с позитива. Рынок вчера рос. Но и мы говорили с вами о том, что текущий рост нужно рассматривать как возможность продать по более выгодной, по более высокой цене. Так и случилось во второй половине дня. Мы с вами увидели, что действительно рынок начал сильно снижаться, именно евро, доллар, фунт, доллар и золото. И на текущий момент времени это снижение продолжается. Если говорить именно по нашим новым цели, мы вчера ставили цель по британцу 1.11.70. Эта цель достигнута. Новую цель можно поставить 1.10. Ждем дальнейшего снижения британской валюты. Что касается валютной пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас торгуется на уровне 0.97.70. И мы ждем, цели остаются прежними. Это уровень 0.95. Что касается других важных событий. У нас с вами на вчерашний день был диапазон по индексу доллара. Сегодня можно говорить уже о том, что вероятнее всего данный диапазон мы сегодня преодолеем. И сейчас индекс доллара торгуется в районе около 113. Я думаю, что целесообразнее будет поставить новую цель. Это в 113.50. Даже в рамках сегодняшней торговой сессии, несмотря на то, что экономический календарь у нас практически пустой, за исключением блока новостей из Канады, достижение этого уровня весьма вероятно. И, соответственно, здесь мы проводим параллели. Если индекс доллара 113.50, как может снизиться евро-доллар, фунт-доллар и золото. Эти инструменты сейчас являются наиболее прогнозируемыми на рынке. Надеюсь, что в рамках вашей торговой стратегии вы сможете этими возможностями воспользоваться. Из других менее важных событий, которые есть на финансовом рынке, Илон Маск все-таки решил завершить сделку с компанией Twitter. Окончательное подписание документов будет 28 октября. Следим за акциями компании. Есть высокая вероятность, что акции первоначально могут сильно просесть, потому что Маск уже заявил, что 75% сотрудников после покупки он уволит. Также очень важное событие, которое было вчера анонсировано, это Минфин Японии. Сузуки объявил о том, что текущее движение японской иены является, если я бы точно вам сказал, не приветствуется. И так или иначе японский центральный банк будет проводить валютные интервенции. И также он заявил, что японский центральный банк не будет заранее комментировать и оповещать о возможных интервенциях. Сейчас доллар и японская иена торгуются на уровне выше 150, 150-30. Соответственно, при начале валютных интервенций точный курс предсказать тяжело, но я предлагаю рассматривать по 500 пунктов. Первая цель 145, следующая 140, далее 135. Посмотрим, насколько сильно японский регулятор и как они смогут сильно укрепить японскую валюту. Это были все ключевые события на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли и всего наилучшего. До свидания.